Добро пожаловать на форум! Это старт новым проектам, которые, как надеются в правительстве Ульяновской области, станут гордостью не только нашего региона, но и всей страны. Подписание соглашения между Ульяновской областью и Российским государственным социальным университетом является таким стратегическим шагом вперед в области поддержки и развития очень важных проектов. Конечно же, это национальное движение Обилимпикс и все те инновации, которые может дать регион, как регион, один из лучших центров компетенции в области WorldSkills, как регион, который всегда позитивно смотрит на все инновации и изменения. Я вижу очень большой будущее и очень большой эффект с точки зрения внедрения и развития этого движения в регионе. Обилимпикс и многие другие уже реализованные социальные проекты и свежие, только зарождающиеся идеи. Именно благодаря им и создается образ будущего социальной сферы. Главная задача – помощь в реализации инициатив, развитие новых идей и воплощение их в реальность. Мы сегодня говорим не о социальном обслуживании, не о социальной помощи, мы говорим о социальном развитии, потому что каждый человек он талантливый. Каждому человеку необходимо дать возможность найти себя, реализовать себя. И какие бы ни были сложности, все их можно преодолеть. Однако, что не говоря о социальном развитии, но без человеческой помощи не обойтись. Так, например, в рамках развития проекта «Мобильная социальная служба» от губернатора Сергея Морозова были вручены ключи от автомобилей «Лада Гранта» – 10 новых машин для работы социальной защиты города. На этих машинах мы будем выезжать на адресную социальную помощь, и, соответственно, тем самым они нам будут помогать, эти машины, передвигаться по городу, перевозить сотрудников. В этом году участниками форума стали более тысяч человек. Среди них – международные эксперты из Австрии, Великобритании, Германии и Франции. Несмотря на европейский уровень работы, многие из них признаются, что им не только есть чем поделиться, но и чему поучиться у коллег из России. Вот, например, гости из Франции Эммануэль Амель всю свою жизнь работает в социальной сфере. Но из-за тяжелой болезни тело женщины парализовано. Я не замыкаюсь на своих проблемах. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я всегда очень рада. Поэтому у меня двое прекрасных детей, и вообще жизнь прекрасна, не надо унывать. И, конечно, нужно сказать, что во Франции делается все возможное, чтобы люди с инвалидностью могли работать, были трудоустроены, чтобы им было удобно работать. Есть разные виды помощи, услуг, пособий для этого. Эммануэль надеется, что сотрудничество с регионом и в целом с Россией в социальной сфере обязательно продолжится. А пока она мечтает вернуться в Ульяновск уже летом. Мои мечты – это спуститься по Волге на теплоходе или на корабле. Но, как говорится, от слов к делу. На заключительном пленарном заседании рассмотрели реализацию и создание новых проектов и моделей социальной политики. В этот раз эксперты не критиковали идеи, а предлагали помощь усовершенствованию проектов. Подвели итоги форума в этот же день на пресс-конференции. Как сохранить и повысить уровень благосостояния населения. Как создать равные возможности и улучшить качество жизни для всех граждан. Одни из главных тем на повестке дня. Ведь основная цель встречи – социальная политика, политика для людей. Я искренне ценю ваш труд за то, что вы даете нам возможность сравнить тот программный продукт, с которыми «Единая Россия», выходя на выборы предыдущие, получила доверие с тем, что сейчас происходит, и с тем, что мы ожидаем в будущем. Вот за эту большую работу, проведенную на этом форуме, вам истинная и сердечная признательность. Я благодарю вас за эту совместную работу и желаю таких же и успехов в будущем. Такие площадки будут проведены по всей России. Но то, что Ульяновск стал первым, пожалуй, означает, что регион движется и работает в правильном направлении. И обязательно станет примером в сфере социальной работы. Кристина Жакот, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.